МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Виновата пандемия? На Московской 8 комиссионно обследовали лифты. Зимний клубок птицоговорон в Сарфаты прошел турнир интеллектуальной игры что, где, когда. Воспитанники спортивной школы Икар стали призерами чемпионата Приворского федерального округа по прыжкам на батуте. Далее расскажем обо всем подробно. Не уложили срок, испортили стены подъезда и некачественно выполнили работы. Ситуация с ремонтом лифта в доме номер 8 по улице Московской получила продолжение. На этой неделе там собралась комиссия по приемке подъемных конструкций. Кто же виноват в срыве сроков, ремонта и когда устранят недоделки? Дело сдвинулось с мертвой точки. По инициативе управляющей компании 16 февраля в доме номер 8 по улице Московской провели комиссионное обследование установленных лифтов. Представители московской подрядной компании «Стартен» и «МУП-центр ЖКХ» вместе с председателем дома и депутатом Саровской думы осмотрели все три подъезда. Конфликтующие стороны долго не могли найти общий язык. Вы знаете, небольшой негатив, но вроде сейчас спесь немножечко сошла и мы более дружественно начали общаться. Надеюсь, что все вопросы касательно подъездов, а именно ремонтов в них все решатся в ближайшее время. Я думаю, найдем общий язык. Замечаний у жителей дома было много. Нарушены сроки работ, испорченные участки стен прокрашены неравномерно, на порогах лифтов крепежи либо установлены непрочно, либо и вовсе отсутствуют. Представители подрядной организации отказались давать комментарии об итогах проделанной работы. Но нам пришел ответ от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Нарушение сроков производства работ вызвано дефицитом монтажных ресурсов, возникшим по причине ограниченного разрешения на въезд в город Саров и карантинными мерами, связанными с пандемией коронавируса. Предпринимаются все возможные действия по ускорению сроков завершения работ, усиливаются бригады. Как пояснил представитель фонда, ответственность за качество выполненных работ несет подрядная организация. В адрес подрядной организации фондом организована претензионная работа. При оплате выполненных работ подрядчику, региональным операторам в полном объеме будут применены штрафные санкции за нарушение сроков работ по договору. Сейчас на данный момент, несмотря на то, что вроде как официальная комиссия собралась, но не готовы люди комментировать свои действия и ситуацию, которая разворачивается в подъездах в доме по Московской 8. Поэтому мы решили сейчас предварительно проговорить все. Представители подрядной организации ООО «Стартен» выслушали все замечания по проделанной работе и обещали исправить их к итоговой приемке лифтов. Сейчас ремонтные работы по замену лифтовых кабин завершены на 95%. Как сообщил фонду подрядчик, все работы закончат до 24 февраля этого года. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. 2 миллиарда 235 миллионов рублей выделит правительство Нижегородской области на борьбу с безработицей. В регионе разработали программу по восстановлению занятости населения. К четвертому кварталу планируют достигнуть уровня 2019 года. По итогам прошлого года в Нижегородской области на учете состояло почти 83,5 тысячи человек. Больше всего граждан, вставших на учет по безработице в период пандемии, трудилось в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях. Это сервисы торговли, бизнес-администрирование, транспорт. На решение проблем безработных направят свыше 2 миллиардов рублей. Почти все эти деньги пойдут на социальную поддержку нижегородцев. Порядка 100 миллионов потратят непосредственно на повышение занятости населения. Планируют организовать профессиональную подготовку и переподготовку безработных. Еще одним инструментом станут ярмарки вакансий. Предлагать работу будут не только там, где человек живет, но и в других населенных пунктах региона. Для этого в правительстве собираются усилить работу по улучшению инвестиционного климата и развитию сельских территорий. Также планируют поддержать предпринимателей и самозанятых. Около 20,5 миллиардов рублей получат регионы на финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования. Так как нагрузка из-за коронавируса продолжает оставаться высокой, это требует дополнительных расходов, которые не предусмотрены в бюджетах территориальных фондов УМС. Такая поддержка позволит больницам и поликлиникам своевременно предоставлять пациентам помощь. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Детей без билетников нельзя высаживать из общественного транспорта. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий высаживать из автобусов пассажиров моложе 16 лет, не оплативших проезд, так как это создает угрозу для жизни несовершеннолетнего. Уточняется, что нельзя высаживать детей, находящихся в транспорте, без сопровождения взрослых. Росархив оцифровал кинохронику выступлений советских обвинителей на заседаниях Нюрнбергского процесса. В течение февраля на сайте Федерального архивного проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны» впервые опубликуют кинохронику выступлений советских обвинителей в Нюрнберге. На съемке можно будет увидеть и услышать всех шестерых представителей обвинения от СССР. Конкурс социальной рекламы «Безопасное движение» стартовал в Нижегородской области, а заявки принимают до 30 апреля. В конкурсе могут принимать участие школьники, воспитанники организации дополнительного образования и студенты. Итоги конкурса подведут в конце мая. С условиями участия можно познакомиться на официальном сайте проекта. Сначала колбаса, теперь мясо птицы и яйца. Торговые сети сообщили Минпромторгу о том, что производители просят увеличить стоимость товаров на 10%. Это связано с тем, что из-за птичьего крипа на рынке сократили предложение куриного мяса и яиц. К тому же за год себестоимость продукции выросла на 25%. Розничные компании согласились изменить условия договоров. Эксперты уточняют, что в подобных ситуациях, когда запросы производителей объективны и обоснованы с экономической точки зрения, ритейлеры стараются постепенно повышать стоимость товаров, растягивая этот процесс во времени. Поэтому цена на эти продукты на полках магазинов скоро будет меняться. На 10% снизилась за неделю смертность от коронавируса в мире. Кроме того, по данным Всемирной организации здравоохранения, продолжает снижаться число сообщений о новых случаях заражения. По информации экспертов, особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке, Западно-Тихоокеанском регионе Европе, а также в Северной и Южной Америке. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Эмилита Войнович заявила, что вторая волна заболеваемости идет на спад. Но коллективного иммунитета еще нет. Между тем, в России за сутки зафиксировали 12 828 новых случаев коронавируса. 419 из заболевших проживают в Нижегородской области. В Сарове коронавирусом заразились еще 11 горожан. Творческие, игровые и даже спортивные площадки подготовили сотрудники библиотеки имени Пушкина для юных читателей. Интерактивы и мастер-классы позволят первоклассникам интересно использовать и провести каникулы. Площадки начинают свою работу с двух часов дня. Подробности о проекте Пушкинки для первоклассников смотрите в следующем репортаже. Ребята, сегодня мы с вами поговорим про абстрактное искусство. Так началось путешествие юных гостей Пушкинки по игровым и творческим площадкам. И первая остановка – юный Кандинский. Здесь ребятам рассказали о том, что такое абстрактное искусство, и предложили попробовать себя в этом направлении, написав абстрактную картину на бумажном холсте формата А4. Мы рисовали абстракционизм. У каждого разный абстракционизм. У кого-то что-то похоже на цветок, у кого-то на что-то другое. У меня похоже на комету, на салют. Следующая остановка – видеосалон «Дружбой надо дорожить». Здесь детей знакомят с интересными книгами и их экранизациями. После просмотра отрезков фильма с ребятами обсуждают это произведение. Во время разговора сотрудники библиотеки поднимают важные нравственные темы. Мы сегодня смотрели фильм «Алый» и обсуждали его. Собака и солдат, они были верными друзьями. И никогда друг друга не бросали в беде. В стенах библиотеки на этой неделе можно даже заниматься спортом. На площадке «Зарядись энергией». В творческой мастерской любой желающий может сделать подарок для папы ко Дню Защитника Отечества своими руками. Ребята уже приготовили близким необычные открытки. А для того, чтобы попасть на еще одну остановку, нужно отправиться в далекое прошлое. Мы вместе с ребятами погружаемся в эпоху первобытного человека и пытаемся вместе с ними представить себе, почему мы сегодня не живем так, как жили первобытные люди. И самое главное, что во время этого мероприятия ребята понимают, что мы, люди 21 века, можем очень многому поучиться у первобытного человека. В первую очередь быть первооткрывателем. Ребята понимают, что любознательные люди, они нужны во все времена, и именно они двигают нашу планету вперед. Игровые и творческие площадки работают с 14 до 18.00. Каникулы для первоклассников продлятся в Пушкинке до 20 февраля. Детская библиотека приготовила еще много интересных и познавательных сюрпризов для своих гостей. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В Саровском физтехе прошел зимний кубок птицоговорун по что, где, когда. В интеллектуальном турнире приняли участие семь студенческих команд за звание «Самоэрудированный». В сборной боролись пленявшие тапки, приматы и другие команды с креативными названиями. О победителях-призерах расскажем в следующем репортаже. Праздник смекалки, находчивости и эрудиции прошел в актовом зале Саровского физико-технического института. Наконец, после долгих коронавирусных ограничений, интеллектуальная игра начала постепенно возвращаться к традиционному формату проведения. Это не могло не отразиться на настроении студентов, собравшихся посостязаться в силе ума и логического мышления. Мы проводим ее, как видите, очно. Поменялась, скажем так, в первую очередь, я бы сказал, атмосфера. Во-вторых, все-таки вживую вопросы читаются лучше и слушать их легче. В-третьих, тратится меньше времени на логистику, на то, чтобы приносить ответы, подсчеты и все прочее. А так, в целом, все так же, те же три тура, те же вопросы, та же игра. На игру пришло семь команд. Обязательные условия участия не более пяти человек в составе. На путствие ребятам организаторы приготовили еще в анонсе мероприятия. И звучало оно так. Да прибудет с вами египетская сила. Казалось, игроки решили посостязаться и в креативности названий. Полинявшие тапки, кринж, приматы и трясотых. Полинявшие тапки, новички, кубка, что, где, когда. Раньше играли только на осеннем тренировочном турнире. Сейчас же решили проверить свои силы на более серьезном мероприятии. Сказать то, что мы готовились, наверное, немного сложно, потому что на нашем направлении это было довольно проблематично. Ну и некоторые люди только-только пришли. Проще говоря, мы хотим получить новый опыт, посмотреть, что это такое, потому что на командных играх мы практически не участвовали. Так что, я думаю, вот это будет, наверное, самый верный ответ для всего. Первый опыт оказался удачным. И полинявшие тапки взяли серебро зимнего кубка. А победила команда КВН. Их дружный коллектив играет вместе уже более двух лет. В их послужном списке немало побед. Ранее они защищали свой институт на кубке МИФИ в Москве. У команды за столько времени уже выработана собственная тактика подготовки к играм. Иногда собираемся вместе, опять же, во всяких видеоконференциях прорешиваем вопросы, случайные вопросы, там турниры. Есть база данных всех вопросов. Она просто генерирует определенный список, и мы их решаем. Бронзу зимнего кубка «Птица Говорун» взяла команда «Кринж». В Тольятти завершился чемпионат и первенство Приворского федерального округа по прыжкам на батуте. За звание победителя боролись 250 юных спортсменов из семи регионов Приворского федерального округа. Саровскую школу акробатики представили воспитанники спортивной школы «Икар». Разбег, толчок, сальто и приземление. Для ребят из отделения прыжков на батуте спортивной школы «Икар» ощущение свободного полета – часть жизни. Тренируются шесть дней в неделю, по несколько часов оттачивая мастерство вращений и пируэтов. Иначе никак. Конкуренция в этом виде спорта нешуточная. На чемпионате и первенстве ПФО в Тольятти за медали боролись более 250 спортсменов из Поволжья, в том числе 11 саровчан. Сражаться пришлось не только с соперниками, но и с собственным страхом. Мандраж появился у них, они чувствуются уже, стоят аж ноги, трясутся. Побаиваются. Целый год мы не выступали. Вот как в марте приехали мы с Россией, вот только первый раз выехали. Совладать с волнением ребятам помог опыт. Не будем забывать, что мы говорим об окружных соревнованиях, а туда идут только закаленные бойцы. Как, например, Максим Синицкий. К 10 годам он успел заслужить взрослый разряд и не раз защищал честь родного города. На соревнованиях в Тольятти мальчик завоевал бронзу, чуть-чуть уступив сопернику в коэффициенте. Трудностей не хватило. Так, оценки хорошие, но трудностей не хватило. Надо бы посложнее делать. Но здесь выбираешь. Или сложнее можно упасть, или немножко облегчить, но сделать. Если бы я посложнее поставил, он, может, бы и упал. Ну, рисковать можем было бы. Ну, не стал я рисковать, ослабил чуть-чуть. Еще одна воспитанница Икара Тамара Давыдова в одном шаге от спортивного Олимпа. Впереди последнее заветное звание мастер спорта. Статус обязывает. И на первенство в Тольятти девушка ехала только за победой. Хороший прыжок, приличная сложность, четкое приземление. И вот она, золотая медаль. Сперницы, да, были сильные. Но я тоже много готовилась. Собиралась перед выступлением, и поэтому прыгнула хорошо. Еще один сарапчанин Егор Славин в командном чемпионате завоевал серебро. Усердно трудиться и не терять веру в свои силы ребятам из отделения прыжков на батуте помогает пример многократного чемпиона мира Михаила Заломина, который тоже начинал свой путь к будущей Славе здесь, в спортивной школе Икар. Приезжая в город, Михаил всегда заглядывает в зал акробатики, чтобы показать ребятам мастер-класс, поделиться опытом и помочь преодолеть трудности. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин